Приветствую, друзья мои, с вами на связи Александр, и в этом видео я покажу вам элементарно простое, но очень полезное упражнение, направленное на развитие игры большим пальцем правой руки. У нас очень быстро темнеет, однако я уверен, что мы с вами сможем успеть записаться, пока будет еще более-менее светло. Итак, что же это за упражнение? Как правило, на начальном этапе, особенно с военной гитарой, мы привыкаем к тому, что большим пальцем правой руки мы защипываем только басовые струны, обыгрывая тот или иной аккорд, или шестую струну, или пятую струну, или четвертую струну. Но по мере нашего роста как гитаристов, по мере совершенствования нашего исполнительского мастерства, нам хочется исполнять произведения более сложного характера. И когда мы открываем табы или ноты, мы сталкиваемся с ситуациями, когда большим пальцем правой руки необходимо защипнуть третью или даже вторую, а в исключительных случаях и первую струну гитары. И вот здесь как раз начинаются сложности, которые благодаря упражнению, которое мы с вами сейчас освоим, мы их нивелируем, эти сложности. Итак, начинаем играть упражнение. Для того, чтобы не отвлекаться на левую руку, я рекомендую в ней просто зажать аккорд ми минор, а правой рукой мы будем исполнять следующее упражнение. Я сейчас его один раз сыграю и потом подробнее расскажу, как вам следует его исполнять. Вот такое вот упражнение. Мы начинаем играть со второй струны, защипывая струну большим пальцем правой руки, потом указательным пальцем щипаем первую струну. Потом третью струну играем большим пальцем, первую струну указательным, четвертую струну большим, соответственно, первую указательным, пятую большим первую указательным и шестую большим, потом указательным. Когда мы поднимаемся вверх, мы играем все тиранда То есть палец большой не останавливаем на соседней струне Вот таким вот образом Просто защипываем А когда спускаемся вниз, а с шестой Мы как раз таки играем с опорой Или опаянда тоже называется За исключением второй струны Потому что иначе мы заглушим первую струну Первую струну мы всегда играем тиранда Просто защипывая на себя Не останавливая палец на соседней струне И вот обратите внимание, что большой палец у нас Защипывает каждый раз струну Потихонечку отдаляясь от указательного пальца И потом приближаясь к указательному пальцу Это очень важный навык Попробуйте поиграть Вы, возможно, убедитесь в том, что это не так уж и просто Как может показаться с первого взгляда После того, как вы поиграли вот этими двумя пальцами Переходите к следующей связке Играйте большим и средним пальцем После того, как вы занимались этими двумя пальцами Переходите к большому и безымянному пальцу Следующий еще нюанс На который я хочу обратить наше с вами внимание Первый вариант упражнения, который мы сейчас обыгрывали Я рекомендую играть, акцентируя струны Которые вы защипываете большим пальцем То есть начинайте с большого пальца и щипайте Явный акцент на большой пальцем Вот раз А указательный пальцем как второ А второй раз, когда вы будете играть второй вариант этого упражнения Акцентируйте первую струну Ту, что вы играете указательным пальцем Первый раз Чтобы у вас первая струна более звучала ярко, чем остальные струны И, соответственно, то же самое, когда будете играть средним пальцем Или безымянным пальцем То есть выделяете первую струну ярче, чем остальные струны Я надеюсь, что это упражнение будет вам полезно И поможет лучше ориентироваться пальцами правой руки по струнам И особенно бегло играть большим пальцем не только по шестой, пятой или по четвертой струне Но и по третьей и по второй струнам Надеюсь также, что вы сможете вовремя попадать в нужный момент на любую струну И это поможет вам исполнять произведения более сложного технического характера На этом прощаюсь с вами Желаю всего самого наилучшего Увидимся в следующих видеороликах Пока Субтитры сделал DimaTorzok